На второй день нашего путешествия в Таиланде по Итайя мы решили взять экскурсию на автомобиле у мистера Вена. Сегодня мы взяли машину с водителем. Наш гид нас погозит по граммам. Посмотрим и расскажет вам, что интересного. Одним из храмов, которые мы планировали посетить, был храм Ват-Пха-Чао-Хаятхай, всем известный как Ват-Яй-Чай-Монгол. Великий храм благоприятной победы. Вот детишки приехали на экскурсию. В красивом автобусе монахов привезли на экскурсию малышей, которые учатся. Вот они гуляют здесь. Так что совсем все неплохо. Это одна из провинций центральной части Таиланда. Название провинции, как считается, происходит Айотхая из эпоса Рамаяна, а санскритского слова Айотхе – неприступное. На печати региона изображена хижина и растущее позади него дерево. По преданию, король Раматхибоди нашел на этой территории красивейшие раковины и таким образом выбрал эту землю в качестве места постройки будущей столицы. Он положил раковину на пьедестал, а вокруг нее была построена хижина. Раковина предстает как атрибут Вишну в качестве частицы первозданного океана – образа предначальной жизни, символа первого звука, который передает дыхание Бога и ритм Вселенной. Ват-Ха-Чао-Хаятай всем известен как Ват-Яй-Чай-Монгол. Великий храм благоприятной победы был построен, как считается, королем Утхонгом для монахов, которые возвратились с острова Цейлон после обучения в Пха-Ванарат-Ха-Тхера. Это сообщество монахов было известно как секта Ра-Ка-Еу, поэтому монастырь был первоначально построен как Ват-Па-Ка-Еу. Монахи эти занимались в основном медитацией. Люди, которые уважали образ жизни и мысли этих монахов, могли присоединиться к их ордену. Король пожаловал титул главе секты и назначил его патриархом. Монастырь был местом, где находился патриарх, поэтому его также называли храм высшего патриарха. Монастырь속니다. «Окдеи» Монастырь Монастырь В XVI веке правление короля Нарисуана Великого бирманская армия пришла поработить Аютаю. Но армия Нарисуана Великого не была готова для сражения, так как многие из его полков не пришли вовремя, чтобы поддержать короля. Король, стремясь предотвратить вторжение любой ценой, вызвал на поединок на слоне наследника бирманского престола, в результате которого победил, убив его. После этого поединка бирманские войска были выведены из Сиама. Король построил на месте своей победы поединки Чеди, которые строились, чтобы превосходить бирманские. Аютая – историческое наследие Таиланда. Считается, что на ее территории находилось древнее царство Аютия, существовавшее на землях Сиама с XIV по XVIII века. Бирманцы в 1767 году разрушили ее до основания. Многие не понимают, почему это было сделано с такой жестокостью. Все было подожжено. Главы статуй Будды грубо снесены. Разрушены старинные храмы. Хотя бирманцы сами были буддистами. Вероятно, либо те бирманцы не были буддистами, да и бирманцами в современном понятии этого слова. Либо тогда бирманцы проповедовали иной, может быть, античный буддизм. В исторической части города Аютая лежит древний археологический комплекс, состоящий из дворцов, храмов и оборонительных сооружений. Датированных средними веками прошлого тысячелетия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok одеяние на нее. Провинция Аютая располагается на равнинной территории в долине реки Чаопрая, которая является основным источником водных ресурсов региона в месте слияния реки Чаопрая. Благодаря своему центральному местоположению в общей сложности 8 дорог проходят через провинцию Аютая. За 417 лет, что был столицей, здесь на престоле сменилось 33 царя, которые завоевали большую часть Таиланда, Лаоса, Камбоджи и Бирмы. Удивительно, что рядом с руинами храма хорошо сохранилась уникальная статуя лежащего Будды. Статуи не красят, а только одевают в желтые одежды. Урагуляться по развалинам храма и у статуи можно абсолютно бесплатно. Рядом находится киоск, где продают цветки лотоса для возложения перед статуей. Цветы лотоса являются священными цветами в буддизме. По легенде, в месте, где ступала нога новорожденного Будды, расцветали именно они. Кроме того, особенности роста лотоса прекрасно отображают философию буддистов. Развитие души посредством жизненного опыта, от невежества и материализма к совершенному сознанию. Так и эти прекрасные цветы зарождаются в грязи, стебли их стремятся к солнцу через воду, а сам цветок прекрасный и чистый, расцветает на водной глади под ласковыми лучами небесного светила. Души невежественных людей символизируют еще не раскрывшийся цветок, а достигших просветления распустившийся. Именно поэтому Будда всегда изображается на рассветшем лотосе. На этом наше путешествие по Аюттая не заканчивается. Продолжение в следующем ролике. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok